Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 О.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Манцев тут оказался только один человек. Для максимума уплаты сбору взаимверогодно будет заключенный працованный договор. Североятмахчимых шляхов занятости сельского населенияства работа по добропорадкованию. С непрацующими сельсовет может заключить договор, как попробовать огород жить и покосить траву. Правда, работа эта все-таки часовая и притягивается с кроссовика максимум по костричник. На сегодняшний день все звороты вязковцев об уплате сбору на финансование державных расходов в Малонемковском сельсовете разгледжены. Становочие решения отримали усе вязковцы, которые постоянно проживаются на этой территории и занимаются пособной господаркой. Урежда, это так же в качестве продуктов харчевания, которые в огольном каравае не лишние. Александр Тюров, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель», Ветковский район. Тема декрета номер три обмярковывали на переданні и упрацовном коллективе открытых акционерного товариства «Электроаппаратура». Сустречу с работниками провел керавник администрации Чигуночного района Гомеля Виталюткин. Станом справ и пытаниями, что хвалюют коллектив, подчекавился Дмитрий Котов. Гомельская электроаппаратура выпускает продукцию бытового призначения, переважно-газовые и электричные плиты. Больше 60% продукции – единый экспорт. Сирот основных замежных партнеров – Россия, Украина, Казахстан, Узбекистан и Польша. Керавник администрации Чигуночного района Виталь Уткин выказывая подяку працонному коллективу за добрые выники. Ширая размова закрана и пытания, связанные с реализацией декрета номер 3. Зразумело, для коллектива поспехового предприемства тема не совсем актуальная. Але ж у кожного есть уродные сябры, які по тих теньших причинах могли трапить в падение документа. И тому огученная информация не буде лишней. Коли человек отримал поведомление об необходности уплатить сбор, але знаходится у тяжкой житевой ситуации, и он заусюды може звернуться за допомогой. Если у человека временное затруднение, то я уверена и я наслышана, что люди идут и на местах, и в налоговую, и идут в горе с полкомы, и везде очень корректно, понятно объясняют. Кому-то дают отсрочки, кого-то освобождают. У каждого свои аргументы, просто принеси документ. Основания на все надо. Моё отношение однозначно к декрету номер 3. Работать, зарабатывать и платить налоги. Меж тым складанная житевая ситуация далека не у кожного. Нехто набывает дорогую майомость, отпочивая на курортах, однак не удельнейшая у финансовании державных выдатков. При этом на ровне с добросумленными плательщиками корыстается социальными выгодами у нашей краине. Бесплатными адекватной медициной и добрыми дорогами. У нас высчитывают, и мы платим, всегда платим. Я против, чтобы молодые люди и такого возраста, где-то 40, не работали. Как это так не работает? Платить выдатки повинен кожный. Гэта и думки притрымливаются и инши работники предприемства. Только працы и с уместными намаганиями махчима побудовать моцную и квятнейшую краину. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня министр культуры Республики Беларусь Борис Святлоу наведал Гомельшину с рабочим визитом. Он ознайомился с технологией вытворчасти и продукцией открытого акционерного товариства «Реческий текстиль». А так само сустрелся с працевным коллективом предприемства. Говорка ишла об развитии сферы культуры, беларусского кинематографа, сучасной эстрады и национальной мовы. Работники предприемства «Реческий текстиль», например, цекавилися планами творчей деятельности киностудии «Беларусьфильм», рентабельностью послуг киновиды и прокату, методами поддержки нашей родной мовы и перспективами развития беларусского шоу-бизнеса. Па час размовы яны отримали конструктивные отказы на усе свои пытання. Так само министр культуры Республики Беларусь Борис Святлов Агучев, не глядячи на тое, што год культуру в нашей краине завершился, 2017-й будзе багаты на цекавые падзеи. Починаючи от проведения традиционных национальных фестивалев до реализации суместных международных проектов. Одно из ключевых мероприятий, которое тоже состоится еще в первом полугодии, это открытие беларусского культурного центра в Пекине. Мы сейчас готовимся к этому, это будет тоже реализация тех указаний, которые мы получили в результате общения глав двух государств, Александра Григорьевича Лукашенко и Сидзиньпиня, когда в 2015 году происходил этот визит. И вот сейчас мы реализуем его уже на практике путем открытия такого центра. Сегодня, подчас посяжения президиума Гомельского областного объединения профсоюзов, обмерковали выконание решения 5-го Пленума Совета Федерации профсоюзов Беларуси. Ця рода основных задач – створение новых первичных организаций и заключение коллективных договоров. Профсоюзные организации повинны быть на каждом предприемстве, незалежно от формы властности. Так, летость было створено 67 новых первичек. У Тымлику 49 – у недержавном секторе экономики. Ця рода актуальных питаний – так само профилактика вытворчиха травматизму. Техничные инспекторы працы в минулом году провели мониторинг больше, как на 900 предприемствах в области. Выявлено коля 10 тысяч порушений. Поставлена задача повысить эффективность контролю. Особливая роль отведена громадским инспекторам, яке Пакуль неуполной меры заденечены у выражения проблемы. Плануется усмотнить работу в сфере коллективно-правового регулирования. В тех организациях, где созданы первичные профсоюзные организации, будем добиваться создания и принятия коллективного договора. Усилим свою работу, чтобы коллективные договоры были направлены на социальную защиту, на улучшение социальной защиты граждан, на повышение заработной платы, на увеличение производительности труда. И еще одно актуальное пытание гэтага дня. Сегодня у Гомеля обмерковывали работу Молодежного совета областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорту и туризму. Подобные профсоюзные советы створены с метой координации работы у голене молодежной политики. Гомельская областная организация обедновывая больше, как 2 с половиной тысячи работников в возрасте до 31 года. Больше, как 96% из них являются членами профсоюза. Каля тысячи человек – наученцы средних специальных научных установ. Усе яны принимают активный удел социально-политичным и громадским життям региона. Проявляют себе в разных областных акциях, конкурсах и мероприемствах, накерованных на удосконаление профессийных навыков и повышение продукциальности працы, реализацию творчого потенциалу и формирование здорового ладу життя. Уделы круглым столе принялись старшинни молодежных советов Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорту и туризму из всех регионов нашей краины. Головная мета – оберковать пытания, связанные с жилевой политикой и замоцованием молодых специалистов на працованных местах, предоставление им и льгот, и макчимостей для саморазвития. И вообще молодежный совет и подобные заседания призваны для того, чтобы обменяться опытом, познакомиться и уже в индивидуальном личном порядке в последующем решать какие-то свои рабочие вопросы. Точно так же, как у нас происходит, предположим, сотрудничество и с Гомельскими ведомостями, и с телерадиокомпанией Гомель, и с Поляспечать, и с другими организациями, которые тоже входят в молодежный совет. У Гомельским державным колледже народных мастацких промыслов открылась выставочная зала «Христианские сюжеты у мастацтве». Это проект «Творчая оборона дипломных работ». Что год выпускники установы объедновывают свои намагания у распроцовцы одиннага тематичнага проекта. Все лета будущие дизайнеры займались оформлением выставочной залы, присвеченной христианским мотивам. Рельефные композиции адлюстровывают иконографию, починаючи от створения света, вавилонской вежи, до хронологии життя Иисуса Христа. Другая частка – поменьшенная копия таких православных избудований у региона, як Свято-Микольский Мушинский монастыр у Гомеля, Успенский собор у Рэджицы, Свято-Покровская церква у Кармия. На этом выпуск завершен. У студии працевал Александр Гамоля. Усяго вам доброго и сачите за эфиром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова